Ты живёшь по инерции. Пробки, работа, знакомые маршруты, удобная обувь. Каждое утро ты сливаешься с толпой, пока не наступит час икс. День, который нужно встретить готовый на все сто и выглядеть великолепно. Но что делать, если на подготовку остались ровно сутки? Мы знаем, кто тебе поможет. Успеть за 24 часа модное шоу на СТС, где сбываются мечты. Стилист Александр Рогов и его команда за сутки перевернут твою жизнь. Люди, я не знала, что я такая красивая. Только здесь офисная скромница может превратиться в арон-би-звезду, домохозяйка в диву итальянского кино, а воспитательница детского сада фамфаталь. Всего 24 часа, и самая обычная девушка станет той, которой оборачивается вслед. Всем привет, с вами Александр Рогов, и вы смотрите модное шоу «Успеть за 24 часа» на канале СТС. Наша сегодняшняя героиня Аня стоит на страже закона, а сама регулярно совершает преступления против стиля. Как вызывающие наряды подмочили ее деловую репутацию? И почему блондинка в законе отказывается подчиняться дресс-коду? Скоро узнаем. Поехали за Аней. Даже если бы в сутках было 36 часов, у Ани Пиличевой все равно не оставалось бы ни одной свободной минуты. Эта девушка привыкла жить на полную катушку. У нее миллион увлечений, верховая езда, танцы, пение, плавание и целый список того, что она хочет попробовать в будущем. Нужно делать то, что тебе нравится, нужно не делать то, что тебе не нравится, и нужно пробовать то, что тебе кажется интересным и то, что может сделать тебя счастливым. Многочисленные хобби карьере не помеха. Анна – дипломированный юрист и кандидат наук. Вот только на работе она для всех по-прежнему Анечка. Всерьез ее никто не воспринимает. Иногда мне кажется, что она впадает в детство. Вот у нее такие бывают прямо игрушечные образы. Ее хочется переодеть. В яркой кричащей одежде Аня может заявиться даже в суд, а потом удивляется, почему окружающие так странно на нее реагируют. Люди часто относятся ко мне снисходительно. Они думают, вот, пришла девочка. Но когда мы заходим в суд, я начинаю четко излагать свою позицию, у людей наступает шок, потому что они не могут соединить картинку в голове. Картинка в голове не складывается и у руководства Анны. Девушка старается изо всех сил, но ей не доверяют по-настоящему серьезные дела. Своей вот этой вот яркой, апатажной внешностью, леопардовыми платьями она перекрывает свой профессионализм. Высшее руководство не воспринимает ее как грамотного, успешного юриста, хотя она, безусловно, является таковой. Ее воспринимают как молодую, амбициозную, выскочку, девушку, юриста, которая лезет туда, куда не следует. Завтра Аня идет на корпоративную вечеринку. Именно там девушка хочет показать коллегам, что способна контролировать свою страсть к апатажу и заслуживает профессионального доверия. Я хочу, чтобы коллеги увидели мою другую сторону и грань, чтобы они, прежде всего, увидели отличного профессионала, которому можно поручить любую работу, которому можно доверять. Сможет ли Александр Рогов спасти резюме Ани с помощью моды? Узнаем через 24 часа. Аня, привет! Привет, Саш! Во-первых, я тебя поздравляю. Ты стала участницей нашего модного эксперимента. Спасибо. За 24 часа. К чему готовиться будем? Будем готовиться к вечеринке с коллегами. Так, ну, видимо, все не так просто. Расскажешь мне об этом в моем офисе, куда сейчас отправимся. А по дороге расскажу о правилах программы. Поехали? Отлично. Поехали. Так. Пожалуйста. Спасибо. Ань, ну, я наслышал, что ты ответственная очень. Да. Ты прекрасно понимаешь, что правила соблюдать нужно. Без сомнения. Надо сдать мобильный телефон. Пожалуйста. Дома не ночуешь. Я забронировал гостиницу. Вечером там окажемся. Третье правило – это отсутствие зеркал. Угу. Ну, и на самом деле все. Мы сейчас засечем с тобой время. У нас 24 часа есть на твое преображение. Надеюсь, мы успеем. Итак, время пошло. Отлично. Ну, Ань, ты такая разносторонняя личность. Да, это правда. Да. Так что же у этой разносторонней личности? У юриста со стажем. В жизни случилось, что этот юрист Аня пришла к нам в программу и просит о помощи. Ты знаешь, значительно лучше, наверное, чем я, что одежда – это способ выразить себя в том числе. Конечно. Самая унылая для меня ситуация – это белый верх, черный низ. Я стараюсь этого избегать. И одежда, и интересные яркие наряды – это тоже одна из сторон моей личности. Так. У большинства людей, я их прекрасно понимаю, не соотносится образ строгого юриста с теми нарядами, которые я люблю одевать. Так, и что же у тебя там за наряды? У меня есть леопардовое платье с кожаными вставками. У меня есть классное, например, желтое платье такое трикотажное, которое знают все мои коллеги и видят меня уже издалека. А ты в нем можешь на работу заявиться? Могу. Так проблема-то в чем? Проблема в том, что люди воспринимают меня не так, какая я есть на самом деле. Если не видят юриста в желтом платье, либо в прекрасном бирюзовом комбинезоне. Короче, ты человек – когнитивный диссонанс. Это когда конфетку в рот положил, а она соленая оказалась. Да. Мое внутреннее наполнение в глазах людей не соответствует тому, как это выражено вовне. Они думают, что если пришла девушка, которая хорошо и ярко одета в суд или на переговоры, значит, можно… Со счетов ее… Со счетов ее убрать. И тут я начинаю говорить и показываю свои знания и компетенции. У людей наступает шок. Когнитивный диссонанс. Можно сказать и так, да. В чем заключается сложность? У меня нет никакого внутреннего противоречия. Я действительно такая и есть. Если ко мне придет юрист тоже в прекрасном бирюзовом комбинезоне, я не буду наклеивать на него ярлыки. Мне бы не хотелось, чтобы и на меня их тоже наклеивали. То есть все вокруг наклеивают на тебя ярлык. Какой? Легкомысленной, может быть, девушки. Недалекой какой-то там, да? Которой нравится одеваться и которая очень занята своей внешностью. Ты должна все-таки отдавать себе отчет, что нарушая дресс-код и нарушая чужие представления о том, как ты должна выглядеть, ты априори всех людей провоцируешь на некое странное к себе отношение. Да. Мне это мешает в работе, мешает продвижению по карьерной лестнице. Я много могу и хочу делать. И нужно как-то найти ту правильную грань и тот верный баланс, когда то, как ты себя ощущаешь, будет в гармонии с тем, какой тебя видят люди. Саша, помоги мне. Хорошо. Ань, сейчас наступает первый этап, очень важный для меня. Это оценка твоих параметров. Плюс я хочу понять, как ты себя видишь на завтрашней вечеринке с твоими коллегами. Поэтому переодевайся в наряд, в котором ты планировала бы туда отправиться. Хорошо. Будет сделано. Угу. Угу. Далее в программе. Модный суд. Как юрист Аня будет защищать свой наряд? Он подчеркивает фигуру мою. Видишь, здесь талия, она немножко повыше. Вижу. Белый цвет. Всегда освежает. Я пришла, такая элегантная дама в офис. Кто выиграет в этом споре? Ну, секундочку. Это не ярко-желтое платье, но это классический офисный элегантный лук. Не смейся, Саша. Вот так. Аня. Александр. Ты сидела здесь и говорила, я и черно-белая. Да никогда. Белый верх, черный низ. Да это самое скучное, что можно себе представить. И что я вижу? Черное да белое. В защиту своего наряда могу сказать следующее. Если ты обратишь внимание, то можно заметить, что это чернильный цвет, а все-таки не черный. Здесь есть такая очень деликатная деталь. Я тебя умоляю. Синий, черный. Я предлагаю все равно этот наряд назвать черно-белым, потому что это черно-белое платье. И ты меня обманула. Хорошо. Если ты предлагаешь считать это платье черно-белым, мы будем его считать черно-белым. Но здесь есть много других деталей, которые не делают его скучным, дурацким нарядом, которые я не люблю. Вот эти детали, о которых ты думаешь, рукавчик-фонарик, три четверти, вот это трогательно-несмелое кружево, вот этот вырез капелькой. Тебе правда кажется, что это что-то экстраординарное, подчеркивающее твою глубокую натуру? Ну ты знаешь, что мне нравится? Не только это. Он подчеркивает фигуру мою. Видишь, здесь талия, она немножко повыше, да? Вижу. Чем нужно? Белый цвет всегда освежает. Я пришла, такая элегантная дама в офис, да? Талия почетная, да? Саш, ноги длинные. Посмотри, видишь здесь материальчик? Так, Аня, ты могла бы работать не только юристом, но еще и продавщицей. И теоретически какому-нибудь неопытному покупателю это платье ты, вполне возможно, продала бы. Смотри, что я считаю. Да. Ты такая цельная натура, ты такая яркая, такая разносторонняя, такая интересная, что это платье тебя убило и простит. Саша, ну платье, ну не супер, ну это не шик, это не леопард с кожаными вставками. Да не дай бог, ты бы еще в леопарде с кожаными вставками вышли. Да, это, ну, секундочку, это не ярко-желтое платье, но это классический офисный элегантный лук. Не смейся, Саша. Вот так? Да, 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 да. Рукава замечательные, скрывает руку, белый цвет, освежает. Аня! Материал, ноги, фигура. Перестань занудствовать. Если ты завтра будешь себя вести так же на примерке, я тебя выгоню. Поняла? Да. Потому что это платье ни в какие ворота не лезет. Это платье не про тебя, это платье обманывает меня. Когда я на тебя смотрю и ты молчишь, я думаю совершенно о другой девушке. Хорошо, могу ли я его оставить в своем гардеробе? Нет. А, нет. Это платье вот на таком уровне. А я хочу, чтобы ты была вот на таком уровне, понимаешь? Да. Вот, смотри. Да, вижу. Если хочешь здесь остаться, вот здесь. Это платье можно оставить. Если хочешь туда, от этого платья надо избавиться. Все. Ладно, Саша, ради тебя с этим нормальным платьем Мишиковым я готова расстаться. Впервые в нашей программе я не смог достучаться до нашей героини. Ань, я тебя умоляю, давай до завтрашней примерки отложим решение по поводу этого платья. Хорошо. И, возможно, завтра на примерке моих трех нарядов ты скажешь, Саша, теперь я понимаю, о чем шла речь. То есть завтра мы к этому вопросу еще раз вернемся. Да, Александр. Я думаю, что это будет более объективно и справедливо, когда мы увидим твою великолепную работу и сможем сравнить его с моим нормальным платьем. Прекрасно. А сейчас, Аня, отправляемся к стоматологу и, пожалуйста, давай всю дорогу до туда молчать. Давай. Ладно, поехали. Здравствуйте. 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 Ну что, приступим? Конечно. Анна, присаживайся в кресло. Да. Начнем с осмотра. Открываем. Ну что ж, мы закончили осмотр и я могу сказать объективно о том, что у нас есть старые потемневшие реставрации на передних зубах и есть небольшое количество зубного налета. Так, ну я так понимаю, что мы займемся сегодня гигиеной и что еще будем делать, Жень? Я думаю, что еще мы поменяем потемневшую реставрацию. А, это возможно? Конечно. То есть с переднего зуба можно убрать старую реставрацию, поставить новую, видно ничего не будет. Абсолютно ничего. Аня. Сделаем улыбку просто блестящей, великолепной. Тогда работайте, я отправляюсь на шопинг, через пару часов вернусь, а Аня зеркало не показывает. Результат она должна увидеть только завтра после тотального преображения. Договорились. Пока. Пока стоматолог занимается улыбкой Ани, я отправляюсь на шопинг. Сегодня буду выступать в статусе полиции моды. Честно вам признаюсь, я обожаю таких персонажей, как Аня. Классные, разносторонние, яркие люди, которые ничего не стесняются и за которыми так интересно наблюдать. Но Аня поднялась высоко по карьерной лестнице. И вот чтобы там удержаться, очень важно соблюдать баланс. А пока ее бросают от вызывающих леопардовых нарядов к бесхарактерному и скучному черно-белому платью, которое она мне продемонстрировала сегодня на примерке. Конечно, дресс-код у многих ассоциируется с сочетанием черного и белого. Но я вас уверяю, это сочетание может смотреться интересно и не плоско. Я бы хотел Ане завтра на примерке показать с одной стороны вещи в черно-белой гамме и одежду ярких цветов и неординарных фасонов. Потому что именно микс классики с дизайнерскими элементами – это то, в чем Аня, как мне кажется, могла бы найти себя. Ну а мне предстоит найти все эти вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Вот то самое платье, в котором, как мне кажется, Аня будет и дресс-коду соответствовать, и даст понять окружающим, что она та еще штучка с особым стилем и своеобразным вкусом. Смотрите, это на первый взгляд просто платье-футляр. Соответствует дресс-коду? Соответствует. Но при этом в нем есть кое-что особенное. Смотрите, вот такая замечательная драпировка, переходящая на спину, которая делает это платье похожим на греческую тогу, если хотите. В нем есть и характер, и дизайнерская мысль. И при этом Аня совершенно спокойно может надеть его на совещание или важную встречу просто с туфлями на каблуках и с повседневной сумкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как долго я ждал героиню, которой можно предложить... Па-пам! Брюки-кюлоты. Аня стройная девушка с хорошим ростом и эксцентричным характером, который она любит демонстрировать. И вот именно такие модные брюки неожиданного оттенка просто созданы для нее. А вот чтобы уравновесить яркий цвет фуксии, я предложу Ане надеть их с белым блейзером и каким-то простым топом. Мне кажется, это тот наряд, который полюбят и ее коллеги, и сама Аня. Внимание, девушки! Я сказал, что кюлоты сейчас в моде, но это не значит, что они должны оказаться в гардеробе у каждой из вас. Все-таки эти брюки не для всех. Обладательниц невысокого роста они сделают еще ниже, а крупных девушек, к сожалению, еще массивнее. Так что не идите на поводу модных трендов. Носите то, что вам идет. Ну, а я доволен шопингом. Отправляюсь за Аней. Смотрите далее. Как стилист и его подопечная поймут, что они одного поля ягоды. Не, понимаете, у нас шрамы V-образные. У меня на руке Ани на колени. Я Владимирович, она Владимировна. Что еще там у нас? А, вся энергия человека заключена в первой букве. Имя А Александр, Анна. Понимаешь? Про тебя тоже говорил, что ты никчемная чучелка. И как Анна и Александр сольются в модном экстазе? Ээээ! Спасибо! Очень красиво. Очень красиво. ну как у вас все прошло просто прекрасно аня показывай так я не помню а где была реставрация а это теперь наш секрет садим никому его не расскажем нормально а не как все прошло саж все прошло отлично очень быстро безболезненно и профессионально поехали косметологу нас уже ждут спасибо большое пожалуйста парка рестораса привет ирина привет саш ну что знакомься это аня аня перри мантанчук твой косметолог очень приятно ирина здравствуй а присаживайся посмотрим что мы сегодня сможем с тобой сделать плане видны легкое шелушение покраснение что говорит о повышенной чувствительности кожи и поэтому ей нужно очень срочно показать первую помощь это конечно же увлажнение а не хотела бы предложить сегодня сделать электропорацию это очень хорошая альтернатива инъекционный методика это без инъекционное введение препарата в данном случае мы будем вводить увлажняющие средства помощь электрического тока я так понимаю мои пилинг сделаем видим что у вас перед электропорация мы сделаем микродромообразие опять очень серьезно все сложно да это алмазный пилинг для лица мы уберем как раз шелушение ну и вообще мертвороговевшие чешуйки эпидермиса ну а также мы простимулируем обновление новых клеток класс ир вот что еще хотел спросить я думаю они такой же вопрос у ани чувствительная кожа во первых как к чувствительную кожу распознать как девочки могут понять что у них кожа чувствительное что делать если ты понял что кожа чувствительна если допустим после умывания ваша кожа краснеет это уже первый звоночек чувствительности то есть плане мы уже видим более такую выраженную чувствительность да не первые признаки что нужно сделать ну во первых подобрать средства для чувствительной кожи ну а также нужно работать обязательно над повышением иммунитета, то есть над повышением защитного собственного липидного барьера. А как это делать? Не бояться питательных масок, которые как раз восстановят липидный барьер. Ну что, займёмся глубоким увлажнением сейчас, очищением. Вы работаете, я скоро вернусь, сколько времени нужно на процедуру? Минут 30. Так, так, так. Но я вижу сияющую Аню. Выкраснение есть, но теперь, мне кажется, это румянец. Да, это румянец, и уже видно даже сияние. Да, 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 какое-то невероятное увлажнение произошло. Ань, как ты себя чувствуешь? Какая-то невероятная процедура же была. Я себя чувствую прекрасно. Это действительно румянец радости. У Ирины золотые руки. Процедура поэтому была очень приятная. Я получила большое наслаждение. Ирина, спасибо большое за такой потрясающий результат. Анна довольна, кожа лица Анны довольна. Я доволен, нам пора ехать дальше. Спасибо, Ирина. Счастливо. Ань, мне кажется, что ты гиперответственная. Вот ты всегда такой была? Нет. В детстве я была совершенно другой. У меня была подруга. Мы с ней гуляли до ночи. Балконы кидали с шариками с водой. Кидали с шариками с водой, да. Ползали по гаражам, по деревьям. Учиться в школе мне было неинтересно. Я туда часто опаздывала. В какой-то момент, я помню, мама сказала, что, ну вот, наверное, Аня не удалась. И потом мама, чтобы как-то направить мою энергию в нужное русло, говорит, ну, пора чем-то заняться. Не хочешь ли ты пойти на теннис и будешь как Евгений Кафельников? Я пришла, и я была такая толстоватая, если честно. И такая, в общем-то, неумеха. Все представляете, в детстве? Да, и где-то там была класть в хвосте, я помню. Однажды второй тренер сказал, что, говорит, да из нее толку вообще никогда не выйти. И мне это так засело в голову. И думаю, да как это так? Я начала взбираться, взбираться по этой лестнице. Через несколько лет я была лучшей в нашей группе, в нашем городе, потом в области. Ну, ты какая-то молодец. А как ты по отчеству? Владимировна. Это Владимирович, ты. Трикинь. Представляете? О-о-о! Знаки! Нет, понимаете, у нас шрамы V-образные. У меня на руке, у Ани на колени. Я Владимирович, она Владимировна. Что еще там у нас? А, вся энергия человека заключена в первой букве. Имя А, Александр, Анна. Понимаешь, про тебя тоже говорил, что ты никчемная чучелка. Да, да. И про меня то же самое, когда пришел поступать на Ильяс, мне сказали, что это худший студент, который вообще к нам приходил. Не знает ничего, но мы его возьмем, и я за год по-немецки заговорил. Молодец. Представляешь? Вот. Сейчас я хочу тебя оставить одну. Угу. До завтра. До завтра. Дышь, дышь. Пока. Дышь, 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 дышь. Да. Да? Да. Да. Я впервые переговорил участницу, так что, если что, это я выбрал. Ранее в программе. Юрист Анна Пиличева – злостная нарушительница дресс-кода. Из-за этого руководство не доверяет ей серьезные дела, а коллеги открыто осуждают. Иногда мне кажется, что она впадает в детство, вот, ее хочется переодеть. Сегодня на корпоративной вечеринке девушка хочет доказать всем, что способна соблюдать законы стиля. Саша, помоги мне. Хорошо. У Александра Рогова всего 24 часа, чтобы найти для любительницы кричащих нарядов идеальный образ. Именно микс классики с дизайнерскими элементами – это то, в чем Аня могла бы найти себя. Удастся ли стилисту и его команде спасти карьеру Ани, скоро узнаем. Аня, доброе утро! Доброе утро, Саша! Как спалось? Спалось мирно и спокойно, как младенца. Да, проходи, позавтракаем. Я тут подумал, почему вдруг Анна Пиличева стала юристом, а не комедийной актрисой. У тебя не было никогда мыслей пойти в театральный? На самом деле, я приехала поступать в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и встретила мужчину в коридоре. И он говорит, а вы вообще себя видели? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, во-первых, что у вас с голосом и с интонацией? Он говорит, вы откуда приехали? Я говорю, ну, я приехала из города Череповца, Вологодской области. Моя малая родина. Из Вологды, там же лукоют все. Да, но самое, что меня сразило над Павлом, он говорит, а во-вторых, вы толстая. А что, толстых не берут в актрисы? Тогда он мне сказал, вы знаете, на вступительных испытаниях будет конкурс на гибкость в купальниках. И он усомнился в том, что я его пройду, ты понимаешь? Сейчас тебе смешно, да? А вот это, может быть, самая болезненная история в моей жизни. Потому что я в 17 лет настолько была потрясена вот этим вот... Ты отказалась от этого? Я просто развернулась и ушла. Я даже не подала документы. Но очень зря, кстати. Вот. А ты не думаешь, какие-нибудь курсы пройти? У тебя могло бы получиться, и действительно, если ты перед собой такую цель поставишь, даже просто для общего развития. Я тебе желаю, чтобы у тебя это получилось. Ну что, доедай и едем на примерку. Хорошо. Хорошо. Боже. Самое страшное. Три, четыре. Воу! Супер цвета. Хочу посмотреть поближе. Материалчик. Сумка шик. Туфли. Вообще балдеж. Очень элегантно. Так, это черно-белая такая сумочка. А, это вот тот самый вариант черно-белого и интересного. Так можно прийти в суд, на работу, на вечеринку, куда угодно. А вот это вот что такое? Так, это такая запахивается штучка. Вау! Слушай, очень классно. Я знаешь, как могу это охарактеризовать? Дорогая простота. Вот. Вот. Спасибо тебе за то, что ты все поняла сразу. Так. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ты понимаешь, что то, что сейчас надето на тебе, и твое вчерашнее платье, и эти вещи, это вот тот разный уровень? Ну да. И, конечно, если мы будем сравнивать со вчерашним платьем, которое нормальное... Нормальное, но не шик. Нельзя его сравнивать с этими отличными нарядами. Аня, уже не терпится приступить к примерке. Но перед тем, как мы начнем, я хочу представить тебе еще одного эксперта нашего шоу. Это дизайнер ювелирных украшений Евгения Дягилева. Женя. Здравствуй, Саша. Привет. Знакомься, это Аня. Очень приятно. Очень приятно, Евгений. Жень, но мне уже не терпится узнать, что же сегодня ты нам расскажешь. Начинай. Конечно. Сегодня я расскажу, как правильно выбрать кольца по форме вашей руки. А есть правила какие-то, что ли? Саш, конечно. Огромную роль здесь будет играть форма вашей кисти и пальцев. Так. Если у вас крупная широкая кисть и крупные пальцы, следует выбирать кольца с широкой шинкой овальной формы. Ага. Или с объемными камнями. Так, это понятно. Визуально удлинить и сделать более изящными. Короткие пальцы помогут кольца средней ширины с камнем в виде капли. Чтобы он был как будто бы вытянутый. Да, конечно. Я понял. Так. А обладательницам узких пальцев и изящных рук крупно повезло. Угу. Им можно носить любые, даже очень широкие кольца с массивными замысловатыми переплетениями. И поскольку у Ани как раз красивые руки и длинные пальцы, я подобрала ей вот такое изящное кольцо от Калина Голд. Вау. Женя, спасибо тебе большое за такой подарок. До свидания, всего вам хорошего. Спасибо. До свидания. Ну что, нам пора приступать к примерке. С чего начнем? С первого наряда. Переодевайся, жду тебя здесь. Ты видишь, какая я шикарная женщина. У меня просто нет слов. Одежда суперудобная. И что важно, до этого ты пряталась за какой-то мишурой, а сейчас мишуры нет. Ни рюшек, ни бантиков, ни леопарда. И вот за этой простотой, наконец, тебя видно. Да, абсолютно точно. Ты почувствовала настолько тонко меня, лучше, чем я, знала себя за все эти годы жизни. Это вообще просто. Спасибо. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво, да. Ну, либо, может быть, тоже какого-то палевого такого оттенка, как вот этот верх, например, бледно-розовое. Почему бы нет? Бледно-бирюзовое. Да. Классно будет сочетаться. То есть ты этой деталью можешь усложнять другие простые варианты. Даже поверх белой сорочки. Представляешь, белая сорочка. Да. С длинным рукавчиком. С длинным. Поверх этот уника. Угу. Черные брюки, например. И все, больше не надо ничего. И все, больше ничего не надо. Да. Давай продолжим примерку. Черно-белое платье. Да. Надевай. Да. Я жду тебя здесь. Ты знаешь, этот наряд мне оценить трудно без зеркала. Потому что, с одной стороны, здесь черный цвет, но я вижу детали очень интересные, которые мне нравятся. Это пояс белый широкий. Что важно, этот пояс съемный, ты можешь его убрать. Вместо него, например, дополнить это платье черным ремешком, оно будет еще более строгим красным ремешком, если хочешь. Да даже если хочешь леопардовым. Ты уже можешь с этим платьем взаимодействовать и добавлять ему перчинки при помощи аксессуаров. Это платье, оно подчеркнуло, мне кажется, самые лучшие стороны меня. Давай продолжим примерку. Я рад, что переубедил тебя, что черно-белое может быть интересным. Переходим к розовым брюкам-кюлотам. А перед тем, как ты наденешь этот наряд, я хочу кое-чем с тобой поделиться. Я дарю тебе Turbo Slim Express Похудение. Натуральные компоненты в его составе запускают процесс ускоренного похудения. И всего за три дня, представляешь, с ним можно потерять до трех килограммов и до трех сантиметров талии. Будь стройной. Держи. Спасибо. Это очень круто. Спасибо, Саш. Я себя чувствую в этом наряде, как конфетка. Так, я должна выбрать наряд для вечеринки с коллегами. Это десерт яркий, который мне нравится, черное платье и первый вариант с прекрасной туникой. Угу. Выбирай. Готово. Ты точно? Угу. Угу. Да? Да. Да? Да. Да. Я впервые переговорил участницей. Так что, если что, это я выбрал. Ань, ну поверь мне, я... Хорошо, Саш, все вопросы, если что, к тебе, я тебе полностью доверяю. Теперь мы с тобой вдвоем знаем, в чем сегодня вечером ты отправишься на встречу с коллегами. Угу. Вы не переключайтесь, совсем скоро увидите, какой наш взбалмошная, неуправляемая Аня станет. Поехали в салон красоты. Поехали. Смотрите далее. Почему Анна снова включит юриста? Что я хочу сделать? Я хочу вот так вот все. Александр! Так. Я против. Я рекомендую тебе еще раз подумать над такими серьезными завершениями. И почему на этот раз Александру придется выступать на стороне защиты? Мне невооруженным глазом видно, что вот это Аня не нужно. Ты видишь почему? Потрогай. Ну, да. Они умерли. Какой будет реакция девушки на новое отражение? Привет, девчонки. Привет. А что вы такие нарядные? У нас сегодня праздник. Одно в платье вечернем, вторая с сережками вечерними. Ань, вот посмотри, как можно выглядеть и необычно, и уместно. Понимаешь? Да, понимаю. Вы выглядите действительно шикарно. Знаете? Это Аня. Аня, это Лен Немцев, твой парикмахер. Добрый день. Привет. А это Оля Романова, твой визажист. Аня у нас девушка необычная, интересная. И вот все это хочется подчеркнуть. Пойду я подготовлюсь немного. Ну, подготовься уж, пожалуйста. Аня, садись в кресло. Фух. Что я хочу сделать? Я хочу вот так вот все. Александр! Так. Я против, против радикального изменения длинны. Я рекомендую тебе еще раз подумать над такими серьезными завершениями. И как минимум посоветоваться с Еленой. Лен, мне Анна, как юрист, рекомендует настоятельно с тобой посоветоваться. Итак, я с тобой советуюсь. Мне невооруженным глазом видно, что вот это Ане не нужно. Ты видишь почему? Потрогай. Ну, да. Они умерли. Немножечко безжизненные, согласна. Вот это мы... Отстрижем? Чуть-чуть уберем длину волос. Чуть-чуть показал пол. Чуть-чуть это сколько, Александр? Уточним. Давай ты все узнаешь попозже. Я согласна. Умолчим. 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 Лена, это ровно то, что я себе представлял. Идеальная, ровная каре. И здесь блики, здесь пряди. Все выглядит очень естественно. Причем такое окрашивание не требует ежедневного до ухода и не требует каждый месяц подкрашивания. Да, потому что ты не подтягивала цвет близко к корням. Да, это называется балаяж. Девочки, балаяж. Запомните это слово. Лен, теперь хочу обсудить укладку. Расскажи, как ты добилась такого результата, потому что волосы идеально ровные. Ну, естественно, при помощи фенной расчески сначала высушила, а потом подтянула утюжком. Но мы с тобой, правда, неоднократно говорили о том, что утюжком для волос пользоваться нужно очень осторожно и очень избирательно. Естественно, это вообще моя больная тема, потому что я часто вижу девочек, которые регулярно используют утюжок, чтобы добиться такого эффекта. Это так опасно. Каждый раз, когда вы выпрямляете волосы, вы травмируете их. Поэтому здесь нужен качественный уход за ним. Что это? Всевозможные маски, кондиционеры? Да, я рекомендую использовать увлажняющий кондиционер. Он брызгается на волосы после мытья. Ох, разобрались с утюжком, разобрались с вытягиванием. Лена, спасибо большое за такую прекрасную работу, а мы приступаем к макияжу. Спасибо вам. Спасибо. Пока. Оль, ну смотри, ты, мне кажется, сейчас уже понимаешь вектор строго, но при этом с чудинкой. Вот в макияже тоже хочется это отобразить. Я поняла задачу и с удовольствием уже хочу приступить к работе. Субтитры сделал DimaTorzok О, красота невероятная. Это очень красиво. Как ты это сделала? Как ты видишь, я поработала с глазами, я их немного вытянула, потому что у нас круглое лицо и круглые глаза были. Для меня стояла задача немножечко разбить эту графику и добавить каких-то вытянутых теней. Вытянутых. Это ты сделала за счет? За счет того, что я нанесла темные тени, которые растушевала к вискам. Также я признаюсь честно, мы использовали накладные ресницы, у которых ресничка к внешнему уголочку удлиняется. Что дает такой эффект как раз именно такого вытянутого кошачьего глаз. Кошачьи глаза получились, это факт. Сейчас, конечно же, мы Аню подготовили к празднику, поэтому ты могла себе позволить сделать более яркими глаза, выбрать более яркую помаду. Аня работает зачастую в офисе, идет в суд. И при этом, насколько я понимаю, без косметики туда тоже приходить неправильно. Это моветон. Вот, может быть, есть на вскидку какой-то минимальный набор косметики, который у Ани обязательно должен быть, чтобы всегда выглядеть правильно? Я помогла порекомендовать хороший идеальный цвет лица и, например, красивые четкие губы, вот как здесь. И только тушь. То есть это будет выглядеть строго, очень стильно, модно, но при этом не занудно. Да, и это не будет нарушать дресс-код. Да. И при этом Аня, останется с собой, это тоже важно. Ань, макияж важен, если ты этим займешься, это натура увлекающаяся. Мне кажется, ты освоишь эту практику буквально за несколько раз. Я уверена, что можно спокойно отпускать. Аню отпускать в жизнь. Девчонки, если вы тоже хотите преобразиться, измениться, испытать какие-то новые для себя эмоции, не надо ничего бояться, приходите к нам в программу, заходите на сайт 24.sts.ru, заполняйте там манкету для участия в кастинге, в наше шоу, и, возможно, именно вы проведете самые модные 24 часа вашей жизни. Да-да-да, с нами на СТС. Ну что, Ань, потрясающий результат, я думаю, тебе очень понравится. Можешь сказать, Оля, спасибо и поехали. Оль, спасибо большое. До свидания. Поехали. Ох, не пожалела, что пришла? Нет, конечно нет. Не было даже ни одной секунды, ни одной минуты, когда бы я думала о том, что это было зря. Это настолько было увлекательно, интересно, энергично, захватывающе. Нет даже никаких мыслей в голове, как я могу выглядеть и что это может быть, я уверена, что это будет шикарно и восхитительно, но не могу даже представить хотя бы приблизительно, как это будет. Это будет остро. Круто, дерзко, и тебе это очень понравится, очень. Аня. Да? Ай-яй-яй. Выглядеть вот так, а иметь потенциал выглядеть так, это большое ай-яй-яй. И я хочу тебе показать, какой ты можешь быть. Готова себя увидеть? Готова. Далее в программе. Как Александр и его подопечная будут играть в молчанку? Почему словоохотливая Аня вдруг потеряет до речи? У нас такого обнуления просто еще никогда не было. Ну, этого не может быть. Ранее в программе. Анна Перичева – отличный юрист, но при этом злостная нарушительница дресс-кода. Ты человек-когнитивный диссонанс. Это когда конфетку в рот положил, а она соленая оказалась. Да. Сегодня на вечеринке с коллегами девушка планирует начать операцию по спасению своей карьеры. Саша, помоги мне. Хорошо. Ровно на 24 часа Александр Рогов взял Аню под свою опеку. Секундочку. Это не ярко-желтое платье, но это классический офисный элегантный лук. Не смейся, Саша. Это были не самые легкие сутки. Ведь стилисту пришлось на себе испытать все сложности общения с юристом. Что я хочу сделать? Я хочу вот так вот все. Александр! Я против. Я рекомендую тебе еще раз подумать над такими серьезными завершениями. Удалось ли Александру выиграть это модное дело? Узнаем прямо сейчас. Ну, Пиличева. Держись. Саша, слушай, ну этого не может быть. Это другой человек. Слушай, это вообще просто другое лицо. Понимаешь, все другое. Другой образ. Я даже не знаю, что делать. Как говорить. Руки девать. Куда девать руки, понимаешь? Как смотреть. Каким тембром говорить. Что говорить. Это вообще потерялось. Я реально убираю фотографию. А ты знаешь, я думаю, что-то не то. При этом я чувствую, что тебе нравится. Но ты реально как будто бы у тебя был какой-то элемент перерождения. Ты просто обнулилась. Да. И сейчас все начинает собираться. Я смотрю, что это, конечно, лучше, чем было. Но что с этим делать? У нас такого обнуления просто еще никогда не было. Ты для меня планку поднял на такую высоту. Вот, пожалуйста, будь теперь здесь, а не там. Да. Ладно? Я уже ниже не смогу опуститься никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аня, заметь, как стильно смотрится кольцо от Калина Голд. А рука с ним выглядит такой изящной. И, кстати, возьми коробочку для хранения своих украшений. На память. Держи. Спасибо. Ань, сейчас я тебя отпускаю. Отправляйся на встречу к своим коллегам. Удиви их. Такого они точно не ожидают. Ну что, пока. Спасибо, Саша. Ой, Величева. Ты супер, детка. Слышишь? Так. Войдешь, как королева. Распрямили плечи. Красиво, уверенно в себе. Хорошо? Ну что, пока. Беги. Мы теряем до речи. Красавка. Я ее не узнала. Это совершенно отличается от того, что она делает в своей повседневной жизни. Это абсолютно новый опыт самопозиционирования, самопостижения. И через это я уверена, что она придет к пониманию своих внутренних качеств, которые она может использовать в своей профессиональной карьере. То, что произошло, мне безумно нравится. Это я. Но это совершенно другая моя и особая часть, которую Саше и его команде каким-то неведомым образом удалось обнаружить, достать из меня и преподнести вот в том виде, который есть сейчас. Я безумно довольна, я счастлива, что я попала к этим людям и в такие руки. Мне кажется, прямо сейчас на наших глазах произошло полное модное обнуление. И новой Анне еще предстоит научиться жить в новом образе. А я считаю, мы с моей командой это дело выиграли. Ну а нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели шоу «Успеть за 24 часа». С вами был я, Александр Рогов. До встречи на следующей неделе. И помните, мы вас любим. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова